Добрый вечер, меня зовут Ира, и я со своими сокоманниками хотим представить вам свою работу о диагностировании ризоктониоза картофеля с помощью прототипа ПЦРТ-системы. Вообще, стоит начать с того, что наверняка каждый из нас знает, что такое картофель. Он является одним из самых распространенных в сетях хозяйственных культур. Особенно у нас в республике, ведь по исследованиям, потребление картофеля в среднем на человека составляет 86 кг. И поэтому какие-то потери урожания не могут пройти бесследно. Если мы не можем контролировать какие-то потери вследствие транспортировки или, может быть, порчи во время хранения, то мы можем попытаться повлиять на потери за счет заболеваний картофеля. И одним из самых распространенных заболеваний картофеля у нас в республике является ризоктониоз. И при этом он уносит от 20 до 25% всего урожая. И одно из самых оптимальных решений этой проблемы, мы посчитали, что есть система на ее диагностирование. Они вообще не сильно развиты в агрономии, и поэтому нам стало интересно изучить эту тему. Как тест-систему мы выбрали ПЦР. Почему ПЦР? Все из-за того, что он довольно легок в проведении, из-за его точности и достаточно из-за отличия от других тест-систем. Начиная свою работу, мы поставили себе цель создать продуктив тест-системы для диагностирования результата с учетом его стадии зарождения при доименьших затратах времени и точечных средств диагностирования. Также на слайде вы можете ознакомиться с задачами, то есть исследовать, что порагает ризоктониоз и как ты выдаешься. Подробно рассмотреть принцип работы тест-системы, изучить необходимую информацию о создании тест-системы и, в конце концов, разработать ризоктониоз. Для начала стоит разобраться, что вообще такое ризоктониоз. По-простому, это черная парша. Те, кто летом уезжает на дачу, в деревню и замещает картошку, может быть, сталкивались с тем, что в картошке могут быть какие-то черные пятна, которые не счищаются просто так, как земля. Так вот, это черная парша. Одна из наиболее вредоносных и распространенных заболеваний на картофеле. Его возбудителем является грипп из афтонио-салани. Стоит отметить, что его вредоносность в основном зависит от того, что из афтонио-салани это грипп, и он распространяется с порами. И эти споры потом могут оставаться в земле от 3 до 4 лет и ждать еще дальше благоприятных условий для заражения. Поэтому от болезни может быть все это ждать. Теперь ПЦР в реальном времени. ПЦР в реальном времени является золотым стандартом этой системы вследствие его точности и скорости. И на слайде мы представили ген резоктаниоза, который мы взяли с сайта Генбанк. А также здесь представлены праймеры для проведения самого ПЦР в реальном времени, которые мы взяли с научной работы 2002 года «Genetic Analysis of Resurption of Salaamia». Как бы вот это первый праймер, еще один вариант праймера, который вы также можете применить, а это контрольный праймер. Для чего он нужен? Он нужен для того, чтобы результат не стал ложноположительным. Здесь представлена основная технология, как работает ПЦР. И если объяснять простым языком, то ПЦР — это такая система, грубо говоря, это скопировать в стадии. То есть система находит ДНК болезни и начинает ее скопировать и вставлять столько раз, чтобы мы могли ее обнаружить. Так работает обычный ПЦР. А ПЦР в реальном времени также имеет специальный датчик, а флуоресцентный, который может задетектировать, сколько раз он скопировал, вставил кто-то или иной ген. Здесь мы представили наполнение самой коробки, в которой будет Т-система, и в ней будут входить ДНК полимераза, праймеры, буфер и зонт. Зонт нужен для того, чтобы взять пополитную часть картошки для диагностирования. А также здесь представлена инструкция по использованию Т-системы. А в заключении. По итогу работы было получено теоретическое представление принципов и механизмов диагностирования изолтиноза картофеля, которые в перспективе могут быть представлены в виде работающей модели и теоретического. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо.